здравствуйте я постараюсь быть сдержанным хотя полыхает у меня так что я просто не могу в чем вся история захожу я недавно в свой любимый новостной журнал под названием life сам думаю ну надо взять какую-то новость для обсуждения и тут она как раз ко мне подкрадывается потому что это просто это какой-то ужас я не знаю как люди могут быть настолько но я не знаю не понимать как вообще все работа я просто я не я не представляю и я я сидела в общем в чем все дело недавно людям у которых подключена монетизация на ютубе которые с этой самой монетизации зарабатывают им пришло письмо от ютуба от гугла там от всех вот этих вот прочих компаний где говорится о том что теперь типа с ваших всех доходов будет удерживаться какой-то там налог то ли 24 процента от всех вот этих вот ваших доходов то ли там 30 процентов и в этом же самом письме написано что если вы являетесь гражданином другой страны не сша то вы можете предоставить обновить свою вот эту всю налоговую информацию и тогда ну типа вы не будете платить и самые налоги потому что вы предпринимательской деятельностью на территории сша не занимаетесь а если даже там просмотры какие-то американские тут только с них будет удерживаться этот налог поэтому как бы это везде так то есть это на твиче это в любой вообще этой компании где ты там выкладываешь видосы или стримишь или делаешь что-то подобное им хоть как там выплатишь налоги со всего этого там либо youtube а либо в общем я думаю вы поняли меня и очень странно что youtube только вот спустя там миллиард лет после открытия своего вот этого сервиса только сейчас до всего этого дошел я вот не хочу сказать что я какой-то вообще во всем этом понимаю там налоги то есть у 5 10 но тут даже вообще ничего с налогами то не связано обсудить просто нужно обновить информацию ладно давайте вот перейдем к тому с чего у меня воспылала после вчерашней рассылки от google рассылка была от youtube а но youtube это типа гугловская ладно понятно все неважно в которой говорится что теперь сша будет взимать налог со всех youtube каналов с монетизацией филини 208 тысяч подписчиков справедливо заметил что неплохо бы дать автором что-то взамен к примеру гражданство если он реально такое сказал то он просто у нас настолько идиот я конечно видел уровень его вот этих вот скетч и вот этих вот мини-фильмов мини там еще чего-то вот этого прочего но я думал что типа но это все он придуривается на самом деле он такой знаете приятный интеллигентный молодой человек все понимает во всем разбирается тогда далее тут и ниже будет приведена его цитата я ее еще если ты его цитат я ее еще прочитаю потому что я просто сейчас зашел и начал все это читать напомним такое письмо получили все авторы youtube каналов с монетизации теперь они обязаны будут выплачивать налог как с показов рекламы так и с продажи подписок рома злобин ты меня удивляешь с каждым днем все больше и больше вот когда кажется что порог человеческой тупости он закончился на опечатках в рекламных постах рома злобин пробивает новое дно люди которые занимаются какой-то предпринимательской деятельностью эти открою секрет они должны в любой стране мира как лично я понимаю и думаю платить налоги потому что с налогов существует государство это логично если никто не будет платить налоги то государство вымерет и не сможет существовать не сможет обеспечивать там от здраво почему я должен это объяснять я объясняю вещи которые понятны абсолютно любому пятикласснику наверное который там на общество знаний хоть раз ходил я не я должен все это объяснять действительно то есть я не понимаю ладно вернемся к этому среди сам ютуберов оно пришло как минимум филине 208 тысяч мараз шакур 280 и вертеич 543 тысячи подписчиков соответственно понимаете в чем дело друзья мои дорогие сам ютуберские я думал что зарабатывая такие деньги которые зарабатываете вы а это большие деньги безусловно я думал что вы платите налоги я ничего не имею к людям которые зарабатывают меньше 20 тысяч рублей с ютуба в месяц потому что я сам таковым являюсь типа платить налог там с каких-нибудь 10 тысяч рублей с пяти тысяч рублей нет смысла абсолютно он там 6 процентов и типа чё ты получишь то есть ты не зарабатывал особо много тебя и налоговая не видела сейчас ты со всего этого еще и проценты платишь зачем я не понимаю но разумеется если хочешь я не отговорю можешь платить налоги просто мне кажется что это глупо и ни на что не повлияет если не заплатишь вот эти вот мизерные налоги или мизерные не знаю и понимаете в чем дело то есть налоговая ставка 30 процентов и вот типа вот если ты живешь в сша и занимаешься ютубом и просмотры у тебя американские то google за тебя их автоматически платит то есть как там налог на доходы физических лиц счет такой типа процент просто очень большой если бы ты там был как бизнесмен ты бы наверно платил процентов меньше тем не менее то есть это как у нас допустим в яндекс эфире ты можешь там создать свой канал подключить монетизацию и ты будешь зарабатывать деньги и с них яндекс будет платить налоги то есть тебе ничего делать не надо просто если ты хочешь платить меньше налогов типа чтобы яндекс у тебя меньше забирал то ты можешь зарегистрировать и пэй или там самозанятым стать и платить либо там 6 процентов по моему либо сколько там 8 процентов упрощенка и пэй я особо этого всем не знаю а так типа яндекс за тебя платит 13 процентов типа автоматически но у тебя при этом деньги вот все твои они тебе приходят и они как бы легализованы абсолютно то есть все понимают откуда они и у налоговых вопросов не возникнет также в сша то есть это прям вот там у них налогов настолько много что типа они за всем этим следят пиздец и для меня действительно стало открытием что google вот сделал все это только сейчас и для меня стало еще большим открытием что видимо gta сам ютуберы не платят налоги то есть понимаете что платить налоги нужно либо стать самозанятым что типа не особо сложно но и не особо легко то есть нужно забавиться немного во всем этом либо стать и пешником что намного сложнее и я понимаю что по всей видимости они не платят налоги это ваше дело безусловно типа если вы там будут какие-нибудь у вас ответственные за все это типа это ваше дело безусловно но блять это просто же пиздец полнейший я не знаю чуваки как вы существуете письмо стандартнейше абсолютно то есть обычный человек что делает прочитал ознакомился пошел заполнять вот все вот это я в тот же день заполнил все у меня все я даже на скриншот покажу если можно показывать у меня в тот же самый день 9 марта все одобрили и налогов я тебе не плачу просто они же сразу стали чё-то там возмущаться что мы теперь платим налоги до 30 процентов или там 24 или сколько-то еще жесть вы бы нам хотя бы гражданство дали это про я чуваки я не знаю блять то есть настолько казалось бы легкая тема которая всем абсолютно понятно но сампере опять тут выделились я не надо как чего я как я с вами на одной земле то живу я не понимаю в самом деле то есть чуваки это же просто какой-то ужас я схожу с я порой от них схожу с ума то есть ничего раздуть так такое чтоб люди понимать но ладно в комментариях есть люди которые там поддерживают сам ютуберов но также есть люди которые понимают что можно там все это заполнить и ничего не платить даже зрители этих людей догадались или по крайней мере филини возможно остальные не возмущались хотя там и верте еще ты писал но я думал он рофлит оказывается не рофл я не знаю в общем вот что сказал филини мне приходит сообщение что теперь я налогоплательщик соединенных штатов у меня две мысли на этот счет во-первых какого хуй а во-вторых дадут ли мне теперь гражданство лучше бы вот то что написали в лайфсэмпе лучше бы было вот так потому что это ты теперь налогоплательщик сша но хуительно я тебе блять авраам линкольн это же я не сука я схожу с ума уже просто я столько я на вас не обращал внимание вы ничего не делали блять молчали бы дальше и вы меня до слез до до суицида до видео китом слез до суицида просто блять все разом нахуй оттупели я не понимаю чуваки тоже это же просто охуеть и я не понимаю почему нельзя разобраться в ситуации почему нельзя заполнить эту блять форму и просто спокойно промолчать на этот счет ладно бы по поводу чего-то серьезного там высказывать по поводу запрета мата в интернете ли чет такого но нет когда типа запрет мата хотя и запрет мата в интернете тоже достаточно раздутая тема там на самом деле все намного типа легче и я не понимаю чайки это же про это какой-то ужас и я не знаю я просто я не понимаю как зачем чего блять чайки ладно всем спасибо за просмотр наверное какой-то я не знаю вот у нас блять сам ютубер теперь блять налогоплательщики сша это это вообще-то охуительно блять это просто блять замечательно пиздец чуваки я блять просто не знаю аризона роли play феникс айпи а также мой никнейм данте коннер а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика а если сам ютуберам нужна помощь по заполнению налоговых форм чтобы с них не взимали налог обратитесь ко мне там академический час 1000 рублей я вас научу как заполнять поля чтобы не платить я не знаю просто ужас справедливости ради я тоже сначала не особо понял но как там там же даже в конце пишется что если вы там не являетесь там гражданином сша или вроде того то вы можете обновить свои вот эти вот все документы и в самом деле ты просто гуглишь или там в ютубе набираешь вот этот вот весь свой поисковой запрос и сразу все становится понятно но нет надо вот говорить о том что блять я термологоплательщик сша я теперь плачу налоги охуительно дайте мне гражданство я не понимаю просто блять и пиздец аризона рп вся информация описание всем пока а